Космический зонд Voyager 2, отправившийся в полет 43 года назад, направляется все дальше в межзвездное пространство, чтобы больше никогда не вернуться назад. Благодаря своей атомной батарейке он сохранит работоспособность еще на протяжении нескольких лет и будет посылать руководителям миссии уникальные данные с внешней стороны гелиосферы. Правда, с марта этого года общение с зондом проходило в одностороннем режиме, поскольку комплекс дальней космической связи DSS-43, единственная радиоантенна, способная послать настолько мощный сигнал на нужной частоте, не функционировал ввиду проходящих работ по модернизации оборудования. За прошедшие 8 месяцев были установлены два новых передатчика, улучшено нагревательное и охладительное оборудование, блоки питания и дополнительная электроника. За это время в работе старичка Voyager 2 произошел сбой. Аппарат не выполнил нужный маневр, а из-за задержки в выполнении команды остались работать две системы, которые потребляют много энергии. Поэтому аварийная программа отключила научное оборудование и передала данные на Землю. Инженерам НАСА пришлось чинить зонд удаленно, на расстоянии более 18 миллиардов километров. И у них это получилось. 29 октября сигнал успешно отправился к аппарату, преодолев 123 астрономических единиц, запустил нужные команды и вернулся с подтверждением, что зонд жив, работоспособен и на связи. В полном объеме 70-метровая антенна DSS-43, в которую входят три станции в Калифорнии, Испании и Австралии, вернется к выполнению своих функций в феврале 2021 года. А мы будем и дальше ожидать новостей от самых удаленных зондов за всю историю человечества. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok